Санюша, давай мы сейчас немножко свернемся. Саша пришел голодный, его нужно срочно обогреть, накормить. Но мне на самом деле интересно, где ты был, что ты делал. Написал резюмешку. В общем, первое впечатление такое, знаешь, круто именно ресторан, высокий уровень. Ну, наобщавшись с администратором, я понял, что там невысокий уровень самого заведения, как высокий уровень, точнее, вообще высокомерие. То есть все очень так... У них, короче, специфика банкеты. Начнем с этого. То, что тебя не устраивает. Да. Я понимаю, тебя все нужно. Я не тем более на банкетах не работал вообще. Я тебе понимаю. Я ей сказал, что там есть какой-то опыт, она что-то непонятные, какие-то вопросы начала задавать, сама не понимая, что она задает. А таким этим, типа, мы перезвоним, все такое, не, че говно, говорю. Ну, ладно. Мне кажется, Александр умышленно пытается отвлечь жену, чтобы у нее и мысли не возникло спросить, где же 500 гривен. Она меня не пилила, не кричала и не возмущалась. Старалась с ним по-хорошему, скажем так. Но ни к чему хорошему это не привело. Саша, два часа. А, ничего. Пора бы вставать, наверное, уже. Вставай. Тебе куда-то надо сегодня? Нет. Отлично. Куда ты встанешь? Ну, за часом. Хорошо. Столкнувшись с первым отказом, увидев, что жена не злится из-за отсутствия денег, Александр решил сделать себе выходной. Последующие дни он также прожил в свое удовольствие и поиском работы себя не обременял. Можно найти работу, но в лучшем случае я буду получать 100 гривен в день. Меня это совершенно не устраивает. Денег он не принес вообще. Я не вижу, чтобы он брал на себя ответственность. Только на четвертый день Евгения таки набралась смелости поговорить о деньгах. Саша, хлеб заканчивается, и картошки почти тоже нет. Сразу предупреждаю, картошки на линзу поставлюсь. О чем ты сейчас говоришь? У тебя было задание заработать деньги. Ты заработал? А как ты заработал? Пока не придешь в стажировку, ты нигде не будешь работать. Саша. Нигде. Пока ты не придешь в стажировку. Я что, на грузчика тебе похож? А ты попробовал. Ты, п***ь, подруга, непонятно, я же. Ты что, вообще? Бессмысленно, я же. Ну, понятно. То, что тебе не нравится, оно все бессмысленно. Да что тут не нравится, б***ь? Ну, бессмысленно. Попытки Евгении поговорить с мужем о работе вызывали у Александра лишь раздражение и злость. Иди, п***ь, в базину оснасти, шлюха ты, п***ь. Кобыла ты, еб***ь. Ты мне рассказывать? А теперь ты мне, п***ь, тупорылая, рассказывать, п***ь. Швара, п***ь. Я тебя совсем душой, п***ь, ты как конченная. Не сумев оправдать себя, Александр сорвался на жене и на дочери. Ну, так же не должно быть. Люди тут делают добро друг другу просто так. А не я обложила ее матом, и я крутой глава семьи, потому что закнулся в рты. Закрыла рот, быстро. Быстро, Илья. Быстро рот закрыла. Рот закрой. Пожалуйста, дай успокой, Лёва. Говорю, рот закрой. Рот закрой. Слышала меня? Я сейчас тресну, п***ь. Я ему говорила, хватит уже, хватит, 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 хватит. Саша себя ведет, как ненормальный. Опа, сыгло, которое тебя бросил, Соня. И родил себе твои, други детей. Отстань! Отстань! Рот закрой, не ори. Это поведение человека, который считает себя взрослым мужчиной, он самоутверждается за счет женщины и ребенка. Я хочу показать Александру, как выглядит его поведение со стороны. Возможно, после этого он перестанет так жестоко обращаться со своими близкими. Сегодня ему придется работать, но в том месте, которое выбрал для него я. Жесть. Ты куда? Что, сюда? Конечно. Ой-ой-ой, только не это. Да? Ну, блин, это жестко. Не люблю рыбу, как минимум. Меня тошнит от нее. Будешь работать в рыбном отделе? Да, ну ладно. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Нового сотрудника вам принято. Ах, ужас. Ужас? Это моя и боялся. Это работа. Хорошо. Работа, связанная с продажей рыбы. Хорошо. Так что оставляю вам нового продавца, а я потом подойду. Хорошо. Узнаю успехи, ну, если не сбежишь. Я согласился пойти на рынок, в первую очередь, из любопытства. Не передимайся. Фасончик я тебе дам, такий макинтош, чтобы не вымазать все. Грибом давно болел? Вообще ни разу не болел. Заболеешь. Там сыро, прочее, прочее. Одевайся макинтош. Да ложи на слоту, никто его не тронет. Продавец мне показался довольно таки опытным в своем деле. Так, как и должно быть в моем представлении. Разделыватель рыбы, там, мясо. Ра, ты, кури. Ну, что? Готовый? Не совсем. Рукава підкотюй. Бери тебе эту рыбину. Оцю. А есть перчатки какие-нибудь? Мило, я помыжу. Вот так вот, и дивися. Берешь так вот, и вот так вот. О, вот так. Берешь двома пальцем. За глаза грял. Ну, так что? Все равно она уже представила. Уфа, это жизнь. О, гайда, забирай ее сейчас на вскрытие. Витягу, все для тебя. И что делать? Кишки так вот засовываешь руку сюда, так вот, клац до горлянки, горло круть и вытяну. Ничего важкого и страшного. Супер приз. Ф***. Для меня намного приятнее заниматься творчеством, чем чистить рыбу. Прям все? Или вот это ближнее? Не-не, все запчасти полностью. Да жестко, глянь. Это все кровища, кишки, внутренности. Тянуть их просто? Так вот, так вот, клац и вырывай. Выпотрошили, промыли, ну и скинули обратно на продажу. И все, предлагай. И попытайся продать этого зверяка. Рыбу не продавал никогда. И вообще, как бы, из меня продавец плохой, я не умею, как бы, это вот стоять, кричать, что-то приглашать. Но зазывать покупателей все-таки пришлось. Ведь нет продаж, нет заработка. Это же купили, если же надо. Не знаю, что это. Отходите, выбирайте рыбу. Свежая рыба. Подходите. Свежая рыба. Здравствуйте. Толстолуб где выращен? Откуда привезли его? Наша украинская. Ну, цена. Цена, цена, классная цена. А мне, пожалуйста, филешечку с килограммчиком. С килограммчиком? Угу. Пожалуйста. Да, спасибо. Здравствуйте. Новый продавец у вас? Да. Коллега, коллега. Так у вас с собой они будут покупателей. Парень молодой, красивый. Молодой продавец вызвал симпатию у многих покупателей. Посмотрим, как они отреагируют, когда увидят его настоящим. Коллеги из программы новостей помогли мне сделать специальный выпуск, посвященный проблеме насилия в семье. Александр пока не догадывается о том, что сейчас увидят окружающие и он сам. Ви дивитесь спецвипуск Вікон. Вітаю вас. І розпочинаємо зі страшної статистики. За останній рік рівень насильства в українських сім'ях виріс на 3%. А це означає, що кожна п'ята жінка в Україні, яка була боєвшою, білязазнавала насильство з боку чоловіка. Найпоширенішим видом знущень в сім'ї є саме психологічне. Від нього страждає 68% українських жінок. Щоденно в жахіттях, криху і постійних приниженнях перебуває граніння нашого наступного сюжету з міста Вишневець на Київщині Євгенія Куріна. Їх громадянський чоловік Олександр Кирильченко не припиняє ликословити і принижувати навіть її 9-річну доньку Софію. Поведінка Олександра шокує всю країну. Саме про це наш наступний сюжет. Я доигрываю, блядь, последний раунд. Это 2 минуты, блядь. Я попросил, подождай. Мешаю. Перестань материться. Ну, дальше, что? Что дальше? Дальше, что? К чему ты це все говориш? К тому, що ти, коли граєш, ти з конца материшся. Да ти конченая, какая, ***. Так, ***, определись. Вот это ***. Как я должен относиться, ***? Боже, я того пацана рыбу ж покупала. Это говёдя капец, конечно. Слышишь, это ты? Это кто? На хто? Боже, мороз, похоже. Смотри. А ты серьезно так разговариваешь со своей женой? Да ты конченая какая-то, ***, определись. Фух, какой ужас. А женщина. Своих родителей ты сейчас, ты сейчас своих родителей позоришь на весь мир. Что-то *** на меня, при этом с таким возмущением, что это конец света, и все, ты не должен даже жить. Я пропускал это мимо ушей. Так не *** мне мозг, ***. Ну слушайте, это вообще какой-то кошмар. Боже, мороз, похоже. Да вообще, откуда ты такой, боже, если бы с мамой твоей так разговаривали? Представь себе, на месте этой девушки мама твоя была. Интересная реакция. В подобной ситуации дома Александр вряд ли бы сдержался и ответил на критику нецензурной лексикой и агрессией. А здесь он прячет свое раздражение за неуместной улыбкой. И молчит. Ты не знаешь, что нужно делать, парень. Боже мой, ***, отписай вас кинуть. Маленькая девочка, и вот когда она слышит такие маты, и вот это просто неприемлемо в семье. Просто ужас. Боли ты, будет больно, сейчас жопа еще будет болеть. Женщину, дитя вообще нельзя бить. Нельзя бить. Не, ну всем дают... Деток, послушай меня, старенькую. Как тяжело старость дожить. А тебя, это дитяточко, тоже так будет относительно. А если бы я работал пожарником, где-то был шланг, он так... Сделать, честно. Я думала, это бы их реально успокоило. Ты не в шоке сам от себя. Объясните, вот вам не стыдно перед ребенком так материться? Честно? Честно. Не стыдно. Боже, что ж ему стыдно. Мне стыдно, именно поэтому я хочу измениться. Мне показалось, что он начал соглашаться и признавать свою вину только лишь для того, чтобы его оставили в покое. А что, так по всесочку можно измениться? Я уже полгода как меняюсь. Меняетесь? А что, было хуже? Это все детский сад. Это цирк. Мне не нравится. Я понял, что люди коверкают и искажают реальность. Ну, пожалуйста. Руковод закрой. Руковод закрой. Ну, то, что вы видите, это просто инсценировка. Инсценировка? Конечно. После того, как эта стратегия не сработала, он сменил тактику и начал откровенно врать. Ты мне приказываешь. Нам в шоке говорили. Сказал, что это шоу. Нет, он сказал, что это шоу. Так ты актер? Конечно. Это все мы тебя попросили так себя вести. А, да. Ты не просто ведешь себя подло по отношению к женщине и ее ребенку. Ты еще и трусишь. В смысле? Ну, в прямом смысле. Ты не говоришь, что это все правда, что ты виноват в этой ситуации. Ты себя оправдываешь. Будто бы такому хамскому поведению есть какое-то оправдание. Но для меня это очень цинично. Эмоции, которые испытывала твоя жена и ее ребенок, они были настоящими. Когда ребенок плакал, кричал, просил тебя остановиться. Это были его настоящие эмоции. До которых ты его довел. Мне нечего сказать сейчас. Делай выставки сам себе. Определенно ему было неприятно слышать реакцию людей. Но он струсил и открыто так и не смог признать свою вину. Выглядит это все так, как будто я нашел женщину, все такое. И заживусь с ней, паразитирую, тиранирую. А то, что она ко мне относится, это никто не видит. Все зацикливаются на мне, пускай самое главное. Это тебе так кажется. Это просто твое эго. В тех проблемах, которые существуют в вашей семье, вы виноваты оба. С тобой я хочу работать только с теми моментами, которые зависят от тебя. Ну, я тоже хочу. Отлично. Мне бы очень хотелось, чтобы ты подумал над тем, что ты видел, над тем, что здесь происходило. И действительно сделал правильные для себя выводы. Не знаю, изменится ли что-то после того, как Александр вернется домой. Но ему точно есть над чем подумать. Он вернулся домой. Он мне прямо вот тут в коридоре начал все вываливать. Александр не готов признавать собственные ошибки. Хотелось бы, чтобы он спросил, что ты чувствуешь в эти моменты. Хотелось бы раскаяния, что ли, какого-то вот, да, чтобы он осознал, что так действительно нельзя, чтобы не происходило. Мужчина, не приносящий в дом деньги, собрал семейный совет для того, чтобы ознакомить других с тем, какую роль он должен играть в семье. Она будет по-другому. Эти правила можно обсуждать или они не обсуждаемые? Вообще правила не обсуждаемые. А если мне покажется, что еще бы правила добавить, сказать можно об этом? Нет. Когда я начала делать уточнение, его это раздражало. Ты должна вообще даже ничего не спрашивать. Есть правила, ты выполняешь. Точка. Первое правило с вами прочитать можешь? Сашу никто не перебивает. Да, это единственное правило, которое самое важное из всех правил. Если вы будете выполнять это правило, то из этого потом для вас выпадет, возможно, ускорение выполнения всех ваших желаний. Во-вторых, Саша не будет говорить с вами матом и повышать голос. И сходить из этого правила, как оно звучит, на нас вообще плевать. Нас можно перебивать, а его перебивать нельзя. Второе правило. Выполнять просьбы и советы, которые я вам даю. Или спросить у тебя, да? По поводу спросить, Соня, тебе третье правило. Ты подходишь ко мне, для начала говоришь, могу я обратиться к тебе, если я не занят. Ты говоришь все, что тебе нужно, и мы занимаемся этим вопросом. Дальше. Никто никогда, никогда не повышает голос, ни при каких расстоятельствах. Пятое правило. Мы одна команда, мы все вместе выполняем просьбы человека. Последнее правило, заключительное, философское. Выслежение шеи для Саши. Саша, кто должен быть в семье? Головой семьи. Значит, мама кто должна быть? Мама шея. Шея всегда будет чуть-чуть ниже головы, а ее голос будет второстепенный, как и мысли. Он своими правилами себя превознес. Я, я, мне, Сашу должны слушаться. Это правило еще раз возвысить Сашу. Я написал шесть простых правил. Все. Шесть. Не двадцать пять. Желание. Евгении не понравились правила мужа, но она решила им следовать. Поэтому впервые пошла согласовывать с ним подарок для ребенка. Сказать можно? Лаварий. Сегодня я узнала у ребенка, что она с оттого Миколая, она хочет куклу, а на Нового года она хочет попугайчик-лимончик. Саша, ну, никогда не делал Суни подарков. Хочется, чтобы он с готовностью сказал, да, давай, я подумаю, как это сделать, как это все купить. Мне попугай, не надо этого первого. Он идет с оттого Миколая, а потом буквально неделя, через сколько там, две, и Новый год. И это два подарка уже сразу. И что? Себе. Это все бред. Это бредятина полнейшая. Конечно, Александр возмущен. Ведь денег на подарок у него попросту нет. 200 гривен, которые он заработал на рынке, давно закончились. И лишь бы не признаваться в собственной несостоятельности, он снова начинает вести себя агрессивно. А ты не думаешь, что мне тоже нужно какое-то? Я тогда помогу. Да ты тебе все время думай. Да, ***, он мне не думает. Никто. Только идея, за ***. Ты – центр вселенной. Вокруг тебя вот так должны все вертеться, Саша. Александр сам нарушил свое же правило – не говорить на повышенных тонах. Как же он может требовать выполнения этого условия от других? Я тебе жизнь свою отдаю. Это не мелочь, Саша. Да, Саша, я часто ребенка игнорирую. Я тебя уговариваю 20 раз больше, чем ее. Я что, ребенок тебе ***? Идешь себя как глава семьи? Так ты закрой рот, ***. Ты не позволяешь мне вести как глава семьи. Я же глава семьи. Я решаю, что дарить, что покупать. Вот тут он вспоминает, что он глава семьи. Понимаете? Я глава семьи. Что ты сделал как глава семьи? Глава семьи для начала обеспечивает семью свою. Для начала? В первую очередь. А потом уже что-то требует. А ну, он пришел, и я глава семьи. Слушайте меня все. Глава семьи в первую очередь интересует комфорт семьи. А потом уже комфорт собственный из этого вытекает. Ты создаешь комфорт себе. Ты живешь как в труде, как в паразит. Ты хочешь быть отцом ребенку? Покажи, я не вижу. Что ты для нее делаешь? Что ты для нее делаешь? В очередной раз человек сегодня показал, что его я превыше всего, но он этого еще и не признает. При этом он еще говорит, что его желания никто вообще не выполняет. Евгения ушла на работу. До свидос. А Александр остался дома с неприятным осадком и продолжал во всем винить жену. Конченая, б***ь. Это реально, б***ь. Не вижу никаких перспективов вообще. Б***ь. Такой-то, такой-то, б***ь. После вчерашней ссоры супруги проснулись не в настроении. Мы завтракали, и он попросил меня послушать пять треков. Это треки его, они старые. Они очень классные. Александр хотел бы поговорить с женой и помириться с ней. Но поскольку просить прощения ему не свойственно, он решил с ней обсудить свое творчество. Настоящее лицо актера, его обличие намного важнее, дороже, чем наличные. Ты можешь мне не верить, это твое право, но у каждого свой. Слушая музыку, я так искоса посматривала на листочек с моими желаниями. Пока Женя читает, ей пофиг на меня, и то, что я говорю, она не соображает и не выкупает, о чем Сашка и сейчас читает. Спасибо. Она должна полностью раствориться в Сашке, хорошо? В тот момент мне нужна была внимания и поддержка, но вместо этого я получил способность сказать фразу «Я сейчас не могу слушать, я отвлекаюсь, я занята». Мне очень неприятно это было, внутри у меня тоже буря эмоций, я очень оскорблена была. Меня обижает манера общения вообще, я что, скотина какая-то? Ты меня бесишь. Ну так зачем я тебе, если я тебя бешу? Если я тебя бешу, понимаешь, люди, когда? Потому что ты изменишься, блядь, тебе не нравится, что я матюкаюсь. Я тебе говорю, не беси меня. Первое правило, не перебивай. Так может мне целый день молчать? Так не получится обсуждать ничего, это не обсуждение. Потому что ты меня спрашиваешь, и ты, блядь, не слышишь. Ты меня спрашиваешь, и я тебе начинаю, блядь, говорить, и ты перебиваешь меня. По челюсти на блядь заряжу. Я с этим человеком хочу расстаться, я не хочу ни таких правилей. Я не вижу смысла, я не хочу ничего. Мне тоже истерички такие, кто порывал. Все же, мне ничего не надо, я ничего не буду. Демонстративно, у меня аж тошно здесь сидело. Просто отвечает, как какой-то необузданный подросток. Какие тут нахуй выполнения правила главы семьи могут быть, и блядь, это? Человек думает только о семье, блядь, все время, а то все.